Добрый вечер! 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 Задача зараз – поднять якой життя людей. А этого мог чему добиться только ростом экономики. Мы все понимаем сегодня, что если будет увеличен объем производства, будут дополнительные числения в бюджет и создание условий для человека, который живет на этой территории. Поэтому еще раз экономика, экономика и экономика. Настасия Кучинская, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» Сходинского района. Не глядячи на деноминацию, червенские журовки з'явятся у паштовых скрынях у звычайные термены – без затримок. При этом все суммы, кроме тарифов на жильево-коммунальные послуги, у них будут позначены як у новых, так и у старых грошах. Зроблено это для того, чтобы людям было простее разобраться у рахунку поведомлений. Наступные журовки до конца 2016 года будут у деноминаванных грошах. А левыниковая лечба будет дляустровываться и у новых, и у старых рублях. Завтра за 11 до 12 годин начальник Головного управления организационной работы контролю изнешних сувязев Комитета державного контролю Республики Беларусь Оксана Беловец проведе промою линию с Жихарами Калинковицкого района. Звернуться на я ей, задать хвалючее питанье можно по номеру телефона 802345 3709. После закончения промой линии у райвы Канкаме отбудется прием грамадян с 12 до 13.30. Сегодня радиостанция «Гомель-Плюс» означает свой день народжения. Вось уже 4 года коллектив дорыть своим слухачам добрый настрой и позитивные эмоции. Минавито 7 галлипеня 2012 года на хвалі 103,7 FM почалося вяшчання у тестовым режиме. Сегодня можно з упевненностью сказать, что «Гомель-Плюс» з'является одной з ведучих радиостанций в области. Што день у эфир выходят забавляльные программы. Креативные и веселые ведучие зараджают своей энергией, гумором и жартами. Але головное место усе ж таки займае музыка. Эфир складается с популярных композиций белорусских, российских и замежных выканавцев. Плейлист радиостанции, включая шмат золотых хитов, які пройшли в прабыванні часам. Так само немалая роль отведена информационным аналитичным выпускам. Осветляються только самые свежие и, что немаловажно, региональные падеи. Першопочаткова радиостанция была ориентована на аудиторию от 30-ти годов. Однако сенья Гомель Плюс знаходит своих слухачоу и сирот больше молодых людей. В основном это время и ушло на то, чтобы мы упрочились в эфирном пространстве. Плюс выровнялся формат, потому что всякое новое явление, оно так немножко еще шатко ведет себя с учетом всей окружающей действительности. И опять-таки для того, чтобы найти свое место. Сейчас уже можно сказать, что радиостанция Гомель Плюс не полностью, но во всяком случае более четкий формат, более четкая слушательская аудитория. Плятением вянков, пошуком квитнеющей папороти и карагодами отсветковали купальли у Гомели. Старожитные обрады, театрализованные концерты, модные показы, выставы, декоративно-прикладного мастатства и дегустация национальных страв. Среди гостей свято был и наш корреспондент Евген Поболовец. Купали в Гомеле, ладили на трех пляцовках. На каскаде Волотауских и Сельмашевских озер, а так само коле в озеро Любинское. Организаторы подрихтовали интересную программу с народными обрадами и традициями, а так само с участными забавами. Гомельчане смыгались мяшками, кидали бульбу и на худкость ставили в печку чагунок вилками. Бовязковые песни, танцы, карагоды. И ведомо майстер-класс по плетенни купальских вянков. За основу мы берем колоски, потом берем следующий пучок колосков, прилаживаем, прокручиваем и так берем, дальше делаем. В итоге получаются венки у нас разные, разная основа. Берем, еще не можем включать ягоду. Тут же можно было научиться робить ляльку о берег для молодых мать, у которых только народилось и дитя. Ляльки робятся без ножниц и иголок, нитки не повинны докоронаться до железа. Обычно такие куклы изготавливали из старой одежды матери, потому что она несла энергетику матери самой, чтобы защищать малыша. Куклы выполняются без лика. Вот и у меня, видите, лица нет. Просто вот силуэт человеческий. Потому что если кукла будет с ликом, то она уже будет внести негативный характер. А это дровняная скань. Старожитная белорусская традиция, которая была страшна. Зараз гомельские майстры обновили эту технику. Берется стружечка и выкладываются такие работы различных вариантов. Специальные станки, которые нарезают стружечку, она определенных размеров, и выкладываются определенные рисунки. Из последних таких больших работ наш президент подарил папе римскому икону, выполненную именно в древесной скане. В центре пляцовки усталевали ляльку-мару, вокруг которой водили карагоды-русалки, лесуны, водяны и иншие мифологичные насильники белорусских полев и озер. А девчины уже рыхтывались от опыта папороть-кветки. Мы научились везти вот такие вот великолепные венки. Увидели бои подушками, прекрасная еда здесь готовится. Много людей, все красивые, радостные, счастливые. Сегодня, естественно, будем запускать венки, искать папороть-кветку. После ритуальных танцев ляльку спалили, а купальские венки пустили по воде. Старожитная славянская традиция каже, что в тем боку, куда и они поплывут, живут нароченные девчины. Явген Паблавец Сергей Лукашук, телерадокампанія Гомель.